Шум, гам, толпы бегающих детей, что я вообще здесь делаю? Таким было первое впечатление от этого музея экспериментов. Мне кажется, мы попали в ад. К экспонатам не подойти. Самые интересные оккупированы постоянно. Причем дети, лишь почувствовав свободу, еще бы здесь все можно трогать, вертеть, бить. В общем, добравшись до воли, юные посетители музея совсем забывают хоть о каком-то воспитании. Я пыталась стоять валя очереди, но это было бесполезным. Разбуянившиеся маленькие обезьянки могли прямо из рук выхватить рычаги управления опытными установками. Мир в Сеорусе к самым интересным экспонатам. Просто невозможно попасть. Ну что ж, я тоже когда-то была ребенком. Конечно, в музеях себя так не вела, но раз здесь можно все, то забудем о приличиях. Мир в Сеорусе к самым интересным экспонатам. Но, посмотрев, что все обезьянки живы, здоровы и радостны, по этажам не бегают врачи, реанимируя пострадавших, я поняла, вряд ли смогу в своем возрасте засунуть что-то не туда и причинить себе вред. Все-таки с детской фантазией в этом конкурировать сложно. Помните, со звуковыми экспериментами спылись самые мои космарные сны? Дети орали, стучали, колотили им, не всегда осознанно и недолго расспрашивая родителей, какие законы физики позволяют добиться определенных эффектов, но им явно было весело. К счастью, чем дальше мы продвигались вглубь музея, тем малышей становилось меньше. Пространство завоевывали ребята постарше и такие, как мы, взрослые экспериментаторы. Детей, похоже, поглощали всякие темные комнаты и лабиринты. Сейчас мы попробуем выбраться из зеркального лабиринта. Мне кажется, туда нужно отправить людей, чтобы спокойно погулять по музею. Возле каждого экспоната есть описание. Обычно на него никто не обращает внимания и начинает дергать, что попадается под руку. Самое интересное, что у всех все почти всегда получается правильно. И все-таки для любителей не просто дергать, но и понимать, что как и почему происходит, есть объяснение всех экспериментов. Подробно расписано, какие силы и почему действуют в этом случае. Я решила, как говорится, выяснить, что значит выражение «попой чувствую». Интересно, на чем сидеть удобнее, на стуле с гвоздями или с бильярдными шариками? Сейчас мы как раз это проверим. Костые! Опытные экспериментаторы показали посетителям музея, как из обычной фольги получить водород и устроить самый настоящий взрыв. Обычная пищевая фольга. У каждого дома она есть. Не буду вдаваться в подробности, а то еще меня неправильно поймут. Да, ушки можете уже под кончик прикрывать. Боитесь? Эх, вспоминаю уроки химии и неправильно смешанные реагенты некоторыми одноклассниками. Надеюсь, здесь все рассчитано верно. Попробуйте, что-нибудь вы чувствуете? Теплая. Теплая? Здесь, здесь, здесь. Пожалуйста! Мощнейший взрыв. Раз, два, три! Такие мини-представления, как я поняла, проходят несколько раз в день. А мы идем дальше. Плазменный шар, электричество, звук, образование волн, цунами и вихри. Все это очень увлекает. И вдруг ловишь себя на мысли, что начинаешь по-детски обижаться на детей, которые быстро и ловко без очереди все время оказываются впереди тебя. Но мне тоже хочется повертеться возле этого заторможенного зеркала. И я тоже хочу эту конфету. Ой. Ох уж мне эти оптические иллюзии. Плохая конфета. Видимо, потому что в этом музее все можно трогать и ко всему можно прикасаться, есть и экспонаты, которым нужен отзыв. Например, это. Для тех, кто отпустит свою напыщенность, якобы безразличие к всеобщему веселью и взрослость, это комната, где можно вернуться в детство и стать ребенком не только в душе, но и как минимум в глазах наблюдающих. Вот и я снова маленькая девочка. Не раз уже задумывалась о том, что чем взрослее становишься, тем сложнее радоваться. К вещам, которые вызывали восторг, раньше привыкаешь, и они уже не дарят прежних эмоций. Ну, например, сколько чувств испытывал, когда первый раз поднялся над городом на колесе обозрения. И дикий страх, и восторг от увиденной красоты, и свежесть ветра на высоте птичьего полета. Но потом, когда уже смотрел на город с площадок небоскребов, останкинской башни, катание на чертовом колесе кажется просто приятным времяпрепровождением. Да, хорошо, но мало эмоционально, просто приятно, спокойно. В этом музее каждый следующий экспонат вызывал все больше эмоций. Вроде бы простые эксперименты, и многие опыты известны. Видел их или по телевизору, или в интернете, или в журналах читал. Но когда все это начинает работать от твоего прикосновения, когда ты сам оживляешь звук, свет, укрощаешь электричество, то чувствуешь детский восторг. Мне кажется, это и есть самая дорогая эмоция, самая настоящая и радующая больше всего. Хорошо, что вокруг бегают эти маленькие обезьянки. Они напоминают, каким был ты, и что ты умеешь быть счастливым не из-за повышения зарплаты или похода в дорогой ресторан, а потому что лабиринт кажется бесконечным. Прозрачная колба вдруг приобрела цвет, а этот маятник, такой смешной и нелепый, но вертится и не собирается останавливаться. Редактор субтитров А.Семкин